А, давайте, слушайте, я правда задачи раскидываю как-то по ходу, а не в конце Но, тем не менее, нормально, да? Потому что, как раз, сегодня, у нас такой интенсивный формат Такая вот еще задача, но это надо По аналогии с этой, просто на связь условной и безусловной дисперсии Про экспоненциальное распределение узнаете, да? Да, да, да Хорошо Хорошо, но у него там, на родном, вот это же данные дисперсия А у Ассоновская? У Ассоновская тоже, она что-то проводит, что-то хера Нет, это не она, это у меня попроще Задача такая У Ассоновская, это дискретная? Да, которая дискретная Вот, значит Вася в первый день приходит на остановку Вася в первый день приходит на остановку И ждет первого автобуса И ждет первого, ну, первого побавшегося автобуса Вот И автобусы приходят с интервалом между времени и между автобусами То есть сколько ждать Он имеет экспоненциальное распределение с параметром лямб То есть время между автобусами, которое он ожидает, оно экспоненциально распределено с параметром лямб Нормально? То, что он ждет или то, что он ждет? Ну, то, что он ждет или это в день между автобусами То есть он может ждать бесконечно Ну, да Ну, да Когда до трех Какая вероятность, то, что оно примет значение корень из двух Ровно Значит, это уже дым уезжает Ну, он вот это записал себе в дневничок На второй день На второй день Вася приходит на остановку Ну, он никуда не едет Просто приходит на остановку Приходит на остановку И считает, сколько автобусов придет за Т минут Ну, то есть в первый день Вот это Т или вот это? Да, вот это Т это то, которое было в первый день То есть там реализация случайная величина За Т минуту, да То есть вот он Т узнал И теперь на второй день он Т уже может использовать А, да То есть это уже реализация наблюдает и ждет, да? Да, и потом ее на следующий день ждет Т минут Окей? И за это время он, вообще говоря, может не прийти ни один автобус А может прийти 20 автобусов, да? Давайте обозначим N Это количество автобусов, которое придет за это время И мы предположим, что при фиксированном Т То есть если бы знать Т То есть если бы это был параметр То тогда количество автобусов, приходящее за время Т Оно имеет пуассоновское распределение Ну, с той же самой интенсивностью лямбда Т То есть это означает, что в среднем лямбда автобусов за одну минуту А эта штука тоже может быть представлена через пассоновское распределение экспоненциальное? Да, конечно, они связаны между собой Вот, вопрос такой Вопрос тот же самый Чему равняется E от N и чему равняется дисперсия M? Надо напомнить свойства пассоновского экспоненциального распределения Или там википедия, посмотрите Там легко википедии найти Этим? Да, это такая же задачка, как мы решали про губчик А может, еще раз, пожалуйста, объяснить, что значит, что он считает, сколько автобусов придет То есть если он приходит на остановку Что? Считает автобусы Считает автобусы? На второй день На второй день Ну, то есть, в первый день он вот это время Вот он пришел на остановку Тут вот автобус Он прождал в это время Т И все просел, он повторяет Вот, это номер один А номер два день Он пришел, ждет Т минут А тут за это время пришло три автобуса, пока он ждал Т минут Вот N оказалось равно трём У вас приходит и считает, сколько автобусов Он насчитает Понятно, да? А ты не лямбда в квадрате будет, да? Ну что? Тут есть ответ на этот вопрос Нет, не лямбда в квадрате Почему? То есть мы там знаем, что это условие, это лямбда в квадрате А если я возьму амотаждая от этого, то это будет ЕТ, ЕТ А амотаждая, у экспоненциального амотаждая не лямбда? Не лямбда? Нет А, ты лямбда Один на пьем То есть, амотаждая? Один на пьем Хорошо, давайте перейдём теперь к регрессии Скажем, что на самом деле в регрессии делается ровно то же самое, что мотаждая, только не со случайными числами, а с векторами То есть, ещё раз, вот у нас есть такая жёсткая аналогия Очень сильная аналогия, заявления, которые здесь работают, они будут работать и там Что есть у меня случайная величина Y, это случайная величина Есть у меня X, это случайная величина Есть у меня, ну вот, это Y Вот это вот, Е от Y при условии X Проекция на все функции от X А с регрессией происходит то же самое То есть, это вот немножко аналогичное действие, только проецируются столбики на столбики Давайте мы введём следующее обозначение Давайте, чтобы у нас были обозначения похожи на линейную алгебру У нас будут такие обозначения Y, это будет вектор, Y1, так далее, Yn У нас регрессия будет Yt равняется β1 плюс β2 на там какой-то Xt плюс β3 на Zt плюс Ut То есть, вот у нас будет такая модель оцениваться с помощью обычного ММК И мы запишем её в матричном виде Я хочу получить матричные формулы Я хочу получить матричные формулы Значит, Y, это будет вот такая штука β, это будет вектор β1, β2, βk U, это будет вектор U1 и так далее И матрица лицов Это будет столбиками записанные все регрессоры Сначала столбик из единичек Потом столбик X1, X2, Xn Потом столбик Z1, Zn Ну, то есть, если у меня многомерный случай То есть, если у меня регрессоров не как 3, я написал, да? А если у меня регрессоров будет Ну, смотри, вот если единичный считать То K Я буду считать это количество коэффициентов Так удобнее рассуждать К это количество коэффициентов Вот β, это вектор размера K на 1 Ну, если считать единичный регрессор Как живой регрессор То K будет регрессор А если не считать, то K минус 1 Окей? Можно объяснить? То есть, просто у нас не было матричной формы вообще Ну, то есть, почему единицы там? Почему единицы там? Потому что, смотри, Оль Вот если я посмотрю на эту форму Чтобы ее сделать простой Максимально компактной Я могу сказать, что это Y и T равно β1 умножить на 1 Плюс β2 умножить на X и T Плюс β3 умножить на Z и T Плюс U и T Согласны? Да Чтобы β1 по своей роли Ничем не отличалась от β2 и β3 Потому что удобно, когда все унифицировано Тогда удобнее записывать Тогда получится, что Y и T Это вектор 1 X и T Z и T Помножить на вектор β1 β2 β3 Плюс U и T Согласны? Но это же у меня выполнено для каждого И для первого момента времени Для второго, для третьего, для четвертого, для пятого Если я это продублирую N раз То у меня получится Вектор Y равен Смотри, если я продублирую У меня что получится? Y1, Y2, так далее YN Равняется Вот эта строчка продублируется 1, X1, Z1 1, X2, Z2 1, XN, ZN Вот здесь аккуратно Вот сюда Плюс Ui Помножить на β1, β2, β3 И плюс Интересно Слушай, Настя Там такой хвостик захватывает, нет? Мы можем работать режиссером, наверное А потом у нас надо будет Плюс U1, U2 и так далее UN Согласна? Оля Сейчас, погодите Я ничего не вижу за головой Давай Ну да Ну да Похоже? Да И вот, соответственно Если я введу такие матрицы Вот это вектор Y Вот это вектор β Вот это матрица X И вот это вектор U То у меня эгрессия запишется в матричной форме Как Y равняется X на β плюс U Если использовать такие обозначения То есть то же самое Только в матричной форме Получилось? Угу Вот, хорошо Давайте теперь получим оценки МНК в матричной форме Идея ровно то же самое Чего делает Вот идея прямо один в один Что тут, что тут Ну чуть-чуть Хорошо Давай про матричную форму Сейчас я хочу с геометрией Чтобы был аналогичный сюжет с прошлым А в следующий раз я расскажу Второй подход С матричным дифференцированием Потому что матричное дифференцирование Там вообще говоря Не куча всяких своих штук Там еще можно сказать Одновременно прото-аналлистинантный анализ Как, например Как, например, определитель матрицы Взять производные по матрице Чего получится Такие вещи делать Взять определитель Какой-нибудь матрицы По матрице можно взять Получится очень красиво Вот Это свой сюжет Давай сегодня с геометрией Чтобы не прыгнуть сюжет на сюжет Но это я обязательно расскажу В этих планах Как деференцировать по вектору По матрице Так, хорошо Давайте пока с геометрией Поскольку тут идея аналогичная Тут будет проще понять Смотрите В чем суть МНК Мы, соответственно, что минимизируем У нас есть Соответственно, если в векторной форме Записать Y с крышечкой То Y с крышечкой ИТ Это β1 с крышечкой Плюс β2 с крышечкой на X ИТ Плюс β3 с крышечкой В нашей оценке они такие, правильно? Соответственно, в матричной форме Как будет записываться прогноз Это, соответственно, Y с крышечкой Равно чему? Как это в матричной форме записать? Это X поможет на что? В это с крышечкой И все А у там уже нет Потому что в наши прогнозы Мы упрогнозируем нулю Хорошо Ну и что будет МНК? МНК говорит, что надо Надо Подобрать В чем суть ОЛС К чему написано То есть мин Сейчас будет Ну, что делает МНК? Что делает ОЛС? Он говорит, что надо подобрать Коэффициенты Коэффициенты β с крышкой Так Чтобы Сумма Y ИТ Минус Y ИТ С крышкой В квадрате Была Минимальна Давайте задумаемся Над геометрическим смыслом Этого действия Вот это Суть ОЛС Мы добиваемся Чтобы сумма квадрата Постатка Придиала Санна в скверс Чтобы она была Минимальна Правильно? В этом суть МНК Давайте посмотрим Геометрически Что происходит И мы скажем Опаньки Да это же опять проекция Шумат ожидания считать Проекцию МНК делать Проекцию Что ты сделаешь Везде проекция Давайте я изображу Смотрите Изобразим Вот это у меня будет Все столбики матрицы Х Вот это вот столбик Из одних единичек Это столбик 1, 1, 1 Это такой вектор В скольким мерном пространстве В n мерном Правильно? Дальше Второй столбик Матрицы Х Х1, Х2 Я на примере Трех столбиков Расскажу Но логика При Решении Не будет получаться Третий столбик Матрицы Х Если у нее там К столбиков Ну будет К столбиков Вот Дальше Давайте посмотрим Что такое У с крышкой Давайте я покажу Что у с крышкой Смотрите У меня Единички С каким-то весом Идут Потом Х с каким-то весом Идут Потом З с каким-то весом Идут Поэтому у с крышкой На самом деле Это бета с крышкой Первая Множить на первый столбик Матрицы Х Как бы нам столбик Матрицы Х Обозначить Вот так Обозначим Х первый столбик Обозначим Точечка 1 Типа строки все А столбик первый Правильно? Правильно? Ой, что-то ты как-то Грустно Нет? Вот так Подожди, так Столбик матрицы Х Понимаешь? Да Первый Вот он Да Плюс Бета 2 с крышкой На что домножается? На второй столбик Матрицы Х Да? На второй столбик Матрицы Х И бета 3 с крышкой На что домножается? На третий столбик Матрицы Х Нормально? Соответственно Получается Что Идет с крышкой Это линейная комбинация Столбиков Матрицы Х Если Бета с крышкой Это линейная комбинация столбиков матрицы x значит вот если у меня есть там несколько векторов где лежит вот линейная комбинация вот этих двух векторов я буду вот эти два вектора буду брать с весами бета-1 с крышкой бета-2 с крышкой это плоскость вот это правильно а если есть три вектора то что является линейной комбинации вот этих трех векторов в нашем случае все пространство такая ситуация но только исходные все пространство н-мерное поэтому если в этом пространстве делать линейную комбинацию трех векторов там еще и минус 3 измерения останутся незадействия абсолютно неважно а дальше есть вектор то есть я утверждаю что вектор их с крышкой меняя в это с крышкой мы меняем веса вот этих столбиков и мы можем получить любой y с крышкой вот где-то в этой плоскости натянутой на эти ну не плоскости в этом подпространстве образованном этими векторами нормально удобно мыслить как о плоскости на просто какие-то плоскости все есть хорошо теперь есть вектор и грек это вектор и грек 1 и грек 2 и так далее и грек м соответственно смотрите что делает манка по сути вот это что такое сумма квадратов разница это же длина где-то разница между игрек и грек с крышкой соответственно получается что делает метод не меньше квадратов он брит надо подобрать вот в этой вот плоскости такой игрек с крышкой чтобы что чтобы расстояние от игрека до игрек с крышкой было минимально возможно то есть вот это это соответствую наконец фактически минимизируем Минимизируем расстояние Ну, квадрат расстояния Но минимизировать квадрат расстояния То же самое, что минимизировать расстояние Минимизируем расстояние от Y Y это вектор До Y с крышкой Y с крышкой тоже вектор Первый Y с крышкой Второй Y с крышкой Вот, давайте, значит, нарисуем Вот это Y с крышкой Соответственно, вот эта вот разница Вот эта разница между у и у с крышкой Она перпендикулярна чему? Всей плоскости То есть она перпендикулярна любому вектору в этой плоскости Правильно? Любому, абсолютно То есть это означает, что у минус у с крышкой перпендикулярна кому? Всем столбцам матрицы Х Перпендикулярна, ну собственно самому у с крышкой перпендикулярна У минус у с крышкой перпендикулярна первому столбику матрицы Х У минус у с крышкой перпендикулярна второму столбику матрицы Х Ну и так далее Всем столбцам сколько ни на есть Добро? Все, теперь мы получили оценки МНК в общем виде Давайте это запишем А кто помнит условия перпендикулярности? Когда два вектора перпендикулярны Когда скалярное впреждение 0 Потому что геометрия остается скалярным произведением Все вопросы про углы, все вопросы про длины Это какие-то утверждения про скалярное произведение У нас же по идее это не плоскость, а пространство У нас здесь не подпространство Строго говоря, подпространство С единичек И в итоге Y должен быть перпендикулярным Как подпространство Не сам Y А мы опускаем перпендикуляр из кончика Y На это подпространство Представлять себе надо наглядно Именно плоскостью и Y, торчащим из плоскости Почему мы считаем, что не сам плоскость Это значит, что плоскость является как пространство Конечно, у нас не плоскость То есть в реальности будет не плоскость Она будет задаваться в нашем случае тремя векторами Но мыслить об этом, представлять себе графически Подпространство надо как плоскость Потому что все свойства, которые есть у плоскости Они будут у подпространства То есть это очень наглядный образ, очень простой Просто человеку тяжело изображать объекты размерности больше трех Поэтому, а ты же надо больше трех Потому что здесь раз, два, три А этот смотрит из этих Мой вопрос был скорее Это точно так же называется перпендикулярность? Или нет? Нет, нет Именно в прямом смысле перпендикулярность То есть перпендикулярность Что означает концепция перпендикулярности подпространства? Это означает, что мы перпендикулярны любому вектору из этого подпространства Вот То же самое Слова все те же самые И представлять себе удобно плоскостью на картинке То есть, да, это подпространство Ну, плоскость можно сказать в принципе Почему эти штуки все лежат в одной плоскости вообще? Черт, смотри, это мы изображаем Они лежат в трехмерном подпространстве Но, понимаешь, вот у тебя, допустим Смотри, допустим, у нас К равна 3 То есть 3 столбика у матрицы Х И число наблюдений у нас 200 Ну, нормально, 200 наблюдений и 3 регрессора Тогда объемлющее пространство, в котором я рисую рисунок Оно сколькимерное? Сколько тут единичек? Сколько? 200 Вот это рисунок в 200-мерном пространстве И в этом 200-мерном пространстве Какое-то жалкое трехмерное подпространство, да? Но чтобы нам изобразить в 200-мерном пространстве Трехмерное подпространство Самый наглядный образ, который есть Так если они не лежат в плоскости Тогда почему вот эта штука будет перпендикулярна всем? Еще раз, это образ Мы говорим, что это плоскость То есть она перпендикулярна на самом деле не плоскостью, а образу То есть вот этот пунктирный вектор Он перпендикулярен И вверху изъединился И вверху изъединился И вверху изъединился И вверху изъединился Почему перпендикулярны? Если это не плоскость, а мы представляем просто это как плоскость? Но ортогонально О! 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 Ну это означает, что... Подожди, еще раз Ну потому что расстояние минимальное Поэтому расстояние минимальное Вот до этого я понимаю, да? Остальные почему-то очень минимальные Еще раз, я в счете проект Почему это расстояние будет перпендикулярно вот x.1, x.2 И всем остальным вот у понятно, а почему другим? Почему кратчайшее расстояние будет перпендикулярно? Нет Почему в итоге y минус y крышка будет перпендикулярно x.1, например? Еще раз, по построению Мы же сами определяем вид с крышечкой Мы говорим, что постро... Вот есть вектор пока что их... Смотри, изначально y с крышкой не было Изначально что нам дано? Дан столбик y и столбик регрессоров Один столбик y, столбик регрессоров Мы говорим, мы сами построим y с крышкой Как мы построим y с крышкой? То есть y с крышкой в условии нет У нас в условии есть только векторы y в зависимости от переменных И векторы регрессоров, правильно? Ну, единички мы тоже сами можем нарисовать Вот Мы by definition Мы говорим, а давайте спроецируем этот y на это подпространство Окей? Получится какой-то вектор Назовем его by definition Назовем его y с крышкой Окей? И по построению Вот эта пунктирная прямая Поскольку я строил перпендикуляр Y с крышкой не было Я строил перпендикулярно подпространство Поэтому по построению пунктирная прямая Перпендикулярна некоторую Первому столбцу, второму столбцу, третьему А также всему тому, что можно получить из этих столбцов В частности, векторы и их с крышкой К результату проецирования тоже перпендикулярно Нормально? Да Вот Ну Как? Хорошо, а теперь мы посмотрим, как же проецировать-то Ну смотрите Значит, теперь мы выведем формулу для бета с крышкой Что мы видим? Мы видим, что y минус y минус y с крышкой Должно быть перпендикулярно любому столбцу матрицы x Противочек не и, а ж Y минус y с крышкой Должно быть перпендикулярно любому столбцу матрицы x Нормально? Это означает, что y минус x на бета с крышкой Это вектор, и это вектор Следите за размерностями Вот это вектор какого размера? n на 1 Это матрица какого размера? n на k Бета там Вот так у нас n А вот так у нас k Я для трех рисую, но для k тоже можно Значит, это должно быть перпендикулярно чему? Столбцу матрицы Ну, житому столбцу любому Правильно? Ну, мы знаем, что перпендикулярность для векторов Ну, вообще перпендикулярность Почему, смотри Как вот интересно получается, Оль Когда были случайные величины и пространства были не трехмерные, а бесконечно мерные Тебя это не смущало? То есть то, что вот здесь была случайная величина y А здесь было w Cosinus w И вообще адские вот все функции от w Тебя не смущало Потому что проецировали y на бесконечно мерное подпространство А тут какое-то жалкое трехмерное Да, поэтому смущает А тут, то есть тут смущает, а тут не смущало, да? Да Ну просто как-то взяли окраинчики Ничего не понятно Ну, представьте, что случайная величина принимает в целом всего три значения Тогда это подпространство, порождаемое случайной величины и дубль в, будет тоже трехмерным Хорошо Ой, проще, да? Не, наоборот, мне сложнее в трехмерном, чем в бесконечном Надо вот это делать в бесконечном, чтобы не стало легче А, ну хорошо, тут много x О, так сразу легко, спасибо Ну, много Ну, бесконечный такой столбик, да бесконечный столбик Очень отлично, спасибо Хорошо Значит, я могу так сказать, что это x, житое, это столбик, да? Я могу так сказать, что если я транспорирую столбик И помножу на y минус x на бета с крышкой Я должен получить ноль Правильно? То есть, если я любой столбик матрицы Если я его транспорирую, я что получу? Строку Строку Значит, здесь написано, строка помножить на что? На столбец Да? Должно равняться нулю Значит, вот эта строка Помножить на столбец Должно равняться нулю Это скалярный Перпендикулярный Перпендикулярный А, все, потому что скалярный Да Перпендикулярность это равенство нулю скалярного произведения Хорошо Ну это что означает? Смотрите, это же я могу сделать с любым столбцом, правильно? Поэтому Нет, нормально? Ну, со всеми, да Соответственно, я могу написать, что Икс транспонированная Помножить на Игрек Минус Икс на Бета с крышкой Равняется нулю Нормально? Угу Ну смотрите, как это будет умножаться Матрица Икс лежа У нее будет первая строчка в этой матрице Это бывший первый столбец Он умножится Ну, то есть, как вот Вот это, это бывшие столбцы матрицы Икс, да? Вот это Бывший Бывший столбец Бывший столбец Номер два Это бывший столбец Номер три Бывший столбец А это вот этот вектор Игрек минус Икс Бет с крышкой Вот этот вот, который пунктирует вот здесь Он один столбец Вот это равно нулю, правильно? А что мы ищем? Мы ищем Бет с крышкой, правильно? Верно? Давайте находить Бет с крышкой У нас есть матричное уравнение Мы из него сейчас быстренько найдем Бет с крышкой Ну так, раскрываем скобки Получаем Икс транспонированное на Игрек Минус Икс транспонированное на Икс на Бет с крышкой Равняется нулю Перенесем одно влево, другое вправо Получим Икс транспонированное на Икс на Бет с крышкой Равняется Икс транспонированное на Икс Согласны? Вот, а ищем мы, еще раз я напомню Мы ищем МНК оценки Общую формулу для МНК оценок универсальных Которых всегда бы работало Мы ищем общую формулу для МНК оценок Ну смотрите, хочется сократить на матрицу Икс транспонированное Но можно это делать или нельзя? Почему? Потому что она не квадратная Она, конечно, не обратит Хочется сократить Хочется Прямо нечем Но нельзя Но нельзя, потому что Икс это матрица размера Икс на Бет с крышкой Она даже не квадратная А просто даже больше Не всегда же можно обратить, по-моему, вот Икс транспонированное на Икс Да, и тоже не всегда А когда мы можем сокращать? Что? Когда мы можем сокращать? Вот, сейчас будет хороший вопрос А сократить вообще никак не? Вот, ну, может, смотрите Но матрица Икс транспонированная на Икс Вот она уже имеет размер К на К Согласны? Потому что, смотрите, Икс, она размера Н на К Икс транспонированная, она размера К на Н Поэтому у них вот общие Нки И Икс транспонированная Икса, но К на К Правильно? Соответственно, вот эта матрица, она размером k на k И у нее иногда бывает, что определить не равен нулю Это является как раз необходимым условием применения метода на меньших квадрат На секундочку это допустим, а потом выясним, когда это верно Допустим, что определитель х транспонированной х не равен нулю Потом подумаем, когда это верно, когда это неверно Но если допустить, что этот определитель не равен нулю, тогда b с крышкой легко найти Вот такая у нас получается формула для b с крышкой Да, b с крышкой получится х транспонированная х в какой? Минус первой на х транспонированной у Вот у нас легкая универсальная формула для любого количества наблюдений, любого количества регрессоров Для всяких сумм и всего прочего Ну то есть можно в каждом частном случае посчитать, чего она дает То есть можно там для случая парной регрессии, одномерной посчитать Нормально? Да А вот условие, что определитель не равен нулю, у него есть экономическое... Есть, конечно У нас есть такой факт из линейной алгебры, что... Значит, когда это будет выполнено, да? Значит, давайте мы, во-первых, скажем, что n больше либо равно k Такое условие скажем Мы скажем такой факт из линейной алгебры, что определитель х транспонированная х не равен нулю, если и только если ранг матрицы х равен k То есть если все столбцы в матрице х линейно независимы То есть это если и только если все столбцы в матрице х линейно независимы Это некое утверждение, которое позволяет сказать, что вот если столбцы в матрице х линейно независимы, то в принципе не равен нулю, можно получить оценки коэффициентов Как ты знаешь, что есть неравин х равен k, то есть в инстаграме х линейно независимы Как тебе в какую сторону? Ранг это количеством независимых строк и столбцов, значит, это не должно работать и для х, и для х транспонированного Это еще должно работать и для х транспонированного умножить на х Тогда терминат произведения не может, по-моему, дорожать Нет проблем, потому что терминат х не существует Ну, мы же такая, надо цепочку, которую, наверное, я знаю следующее Предположим, что он равен нулю Что это означает? Это означает, что там строчки или столбики матрицы х линейно зависимы, да? Ну, то есть тогда можно с какими-то весами взять Ну, можно, смотри, как можно пойти Вот, допустим, если, как пойти в одну сторону Пойти в одну сторону, сказать, допустим, у х столбцы линейно зависимы Это что означает? Это означает, что существует такой какой-то взвешивающий вектор w Что х помножить на w Это вектор из нулей Правильно? Потому что означает, что столбики линейно зависимы Это означает, что если я присобачиваю веса столбиками То я получу столбик из нулей По нашему предположению только 0 может быть, да? Да, по нашему предположению только 0 может быть Ну, допустим, что вот е, и что? Линейно зависимы Ну, тогда что произойдет, если я транспонирую? Произойдет в транспонированное на х транспонированное Ну, и причем, допустим, что он не нулевой, да? Вот если он не нулевой, то есть линейно зависимы, да? Тогда в, т на... Это тоже будет вектор строка из нулей Правильно? А зачем вы сейчас расписываете линейную зависимость? То есть это зачем? Ну, просто Марат задал вопрос А как доказать вот это? О, слушайте, кстати, хороший вопрос Марат, давай Это будет домашнее задание Доказание Из... Не, можно не только для Марата Кто хочет сделать доклад Вот на тему, как из-за того, что ранг х равен к Ну, и размер у нее n больше равен к Следует туда и обратно, что определитель х транспонированный х это ноль Ну, если тот к, то тот не ноль А если тот меньше к, то тот ноль Ну, надо вот это делать Вот, допустим, что он меньше к Тогда есть у нее независимость Помножим ее саму с себя слева и вправо Получили, что vt на x, t на x На v равняется... Ну, то есть ненулевой v взвесили Получилось, что... Получилась какая-то ерунда Получилось, что у квадратичной формы Ноль получилась, а вроде как сумму квадрата посчитали Как-то странно, да? Ну, то есть надо аккуратно это сделать Вот Так, хорошо Ну, подумайте То есть это почти доказательство Надо аккуратно его дожать Это не слово Марата Но если Марат хочет еще раз доказать Ну, это правило у меня лично Это сейчас присвоено или нет? Да Ну, может, пак, что все еще раз Ну, там следом Хорошо, что мы получили бета с крышкой Давайте, значит, смотрите Какие еще тут есть слова? А то у с крышкой Это x помножить на бета с крышкой То мы получили готовую формулу для прогнозов Мы получили, что у нас есть готовая формула для бета с крышкой Это x транспонированный Я транспонирую, я буду пока писать штрихом Потому что я не Вот Получили формулу для бета с крышкой, согласны? Значит, получили формулу для прогнозов Поскольку x на бета с крышкой Это x на x штрих x мин Это противотанковая формула По-английски Вот у этой матрицы у нее есть специальное название Посмотрите, как себя ведет эта матрица Она по-английски называется h То есть, смотрите, y с крышкой равно h на y Что делает матрица с y? Переводить его в прогноз Она превращает его в прогноз Согласен Что происходит с ириком здесь? Она проецирует y на столбики матрицы x А если говорить совсем просто То что делает матрица h с y? А она ему навешивает шляпку То есть, это проект, по сути, да? Да, это проект, да Матрица h навешивает y шляпку Поэтому она по-английски называется Head matrix По-русски матрица шляпница Матрица шляпница Head matrix Это официальное название Head matrix Потому что она шляпку на y вешает Вот, давайте упражнение Так, а что у нас со временем? Прикольно Больше полчаса А, больше полчаса Ну, давайте упражнение Упражнение Чему равняется h в квадрате? Чему равняется h помножить на i-h? Чему равняется i-h в квадрате? Чему равняется i-h в 2016 Можно надо, можно сейчас Не знаю, как лучше А, в любой степени же будет Ну, по смыслу, да? Если мы вектор y хотим два раза спроецировать Ну, сначала спроецировать, потом еще раз спроецировать То есть, если это то же самое, что спроецировать один раз И поэтому h в квадрате чему равно? h Хорошо, чему равно h помножить на i-h? Нулю Да Нулю Чему равно i-h в квадрате? И что это за действие i-h? i-h это получение дополнения Да, i-h это получение дополнения То есть, если вот этот вектор y То вот этот вектор внизу, это h на y А вот этот вот вектор пунктирный Это? Это как раз i-h на y Потому что он y минус... Нормально, да? Ну, если этот вектор y, если это h на y То вот этот... Да, i-h на y То есть, получается, y минус... Вот сюда надо пройти Вот так Y Сейчас Нет, не туда Куда-то стрелочку надо поставить Это заходило Смотрите И этот надо пройти с минусом А этот с плюсом О, куда? Вот сюда И минус h на y А тот будет h минус i Сейчас, сейчас Ну, h минус i на y Смолит в другую сторону А именно... Ну, то есть, h минус i на y Смолит вниз А i минус h на y Смолит вверх А что это нам придет? Нет, это просто Где лежит h на y А где i минус h на y Пока не будем дальше Давайте дальше посмотрим Значит 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 Ну, квадрат в 3,4 Ну, то есть Все Все? Ну, давайте дома Дома Потому что Смотри Если этот вектор y Это подговорит с h на y То этот, согласно кальше Это y минус y с крышкой Да И это единичная матрица Ну, это как то же самое, что Сейчас Это то же самое, что вынести Ну, как бы говоря y выносим 1 минус 1 Да, только 1 Это единичная матрица Все А надо? Да А как аналитически Эту штуку в квадрат Извести и получить Что это равно а Я не понимаю Давай Давай Оля, выходи Нет Я это не понимаю Вот поэтому поймешь Это единственный способ понять Ааа Я убью вашу камеру Да смелее, смелее Проходи Да нет, понимаете Я сейчас просто ее разбомблю Выпей свой h И ты какой хочешь? Минус h в квадрате Или h в квадрате Нет, я в этом не знаю Ну, давай h, выпиши h Матрица Выпиши h Да, отлично А теперь выпиши h в квадрате Такого противотанкового ежа Это то же самое, что аж Я пытаюсь понять, почему это то же самое А вот выпиши h в квадрате Ну, выпиши h в квадрате Это же h помножить на h Согласна? Ну да Вот выпиши h помножить на h Прямо друг за другом Пиши, пиши, пиши Главное написать вот этих ежей Да я пишу, не стесняюсь И потом тут сразу так Наступает просветление Ты говоришь, оооо Не, я пока еще не написала Рано Ну, 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 ну Вот смотри Вот это некая матрица, согласна? А вот это что? Поэтому, когда я перемножу вот эти две У меня что останется? Единичная матрица А единичную матрицу можно не писать Классно? Да, да И получается h А геометрически как это было? А геометрически еще раз Как это было? Что делает? То есть Да, супер Вот, разобралась к чему-нибудь Вот, а геометрически еще раз Давай я попробую еще раз объяснить геометрически Ну, и точно так же и здесь Только уже можно пользоваться тем, что h в квадрате Что происходит геометрически? Еще раз Что делает матрица h с любым вектором y? Она же с любым вектором делает Что делает матрица y с любым вектором? Проецирует куда? На На вход в пространство На вход в пространство, порождаемое столбцами матрицы х То есть получается, что любой вектор y, возьмите h помножить на любой вектор это y с крышкой, правильно? А что будет, если я применю эту матрицу к вектору y два раза? То есть вот если я возьму h помножу на h помножу на произвольный y Вот что произойдет, если я два раза применю h Если я применю один раз то будет h на y с крышкой А дальше по смыслу Что это так происходит? Ну а дальше мы проецируем проекцию Да, если мы уже проекцию y с крышкой мы спроекцируем на плоскость Ну на это пространство то что получится? Он сам и получится Это как мат ожидания от f от w при условии w То есть аналог тот же самый То есть мы делаем очень похожие штуки И получится h получится y с крышкой Получается, что h квадрат h квадрат от y равняется y с крышкой То есть матрица h квадрат действует на любой y абсолютно на любой y точно так же как матрица h Ну и соответственно получается, что То есть какой бы y я ни взял любой y беру у меня получается одно и то же Ну и с этого Сейчас как мне дойти без явной формулы Если это всегда так Ну как бы это такой интуитивный аргумент в силу того, что h квадрат Ну еще раз, смотри Как бы надо понимать интуитивно все-таки чтобы не в матрицах думать а в геометрии В геометрии ты мыслишь по-другому h это действие h это проецирование Что означает спроецировать а потом еще раз спроецировать Значит спроецировать один раз Согласны? Если думать о терминах действий Потому что как бы отсюда перейти еще что h квадрата в h ну как бы не хватает в механике А вдруг там как-то так компенсируется все что вот выходит что равно а матрица h неравны А получается дополнение к дополнению все же самое, да? Что? То есть дополнение к дополнению Да, дополнение к дополнению то что? Вот Поэтому если мыслить геометрически то выходит такая штука Ну вот на самом деле и вот отсюда можно смотри Ведь если смотри если я помножу h на вектор 1,0,0,0,0 что я получу? Если помножить матрицу на вектор 1,0,0,0 что мы получим? Что получится если матрицу h большую матрицу квадратную помножить на вектор 1,0,0,0,0,0 первый столбец матрицы h правильно? Значит помножим на 1,0,0,0,0,0,0 получается что первый столбец матрицы h такой же как первый столбец матрицы h квадрат нормально? Помножим возьмем 0,1,0,0,0,0,0,0 когда h на 0,1,0,0,0,0 это второй столбец матрицы h он может быть таким же как второй столбец матрицы h квадрат можно чисто блок подставить, а можно интуитивные диаметры сказать так, хорошо, давайте дальше а вот i-h в квадрате ну если надо считать сначала i-h в квадрате а когда ты считаешь i-h в квадрате, тогда будет понятно, чему равно i-h в квадрате а i-h в квадрате, это будет i-h в квадрате нет, проще i-h в квадрате ну нет, подумайте, надо честно раскрыть скобки мы знаем, что h в квадрат равно h, надо честно раскрыть скобки так что домашнее знание последнее, да? да, вот надо все их посчитать хорошо, следующий пункт ну проекция проекция но и снизу h сейчас он уже не проекция да, следующее упражнение давайте для частных случаев поймем, как выглядит матрица h для каких-то частных сейчас мы сможем понять, как она выглядит для каких-то частных случаев упражнение еще одно значит, как выглядит матрица h для следующих простых случаев первый простой случай ну, который мы сейчас сделаем а один случай дома надо вывести как она выглядит случай случай такой значит уит равно бета-1 плюс уит на такой случай как выглядит матрица h это а но это сейчас а b дома потому что он немножко более громоздкий как выглядит матрица h для случая парной регрессии потому что вне парной там уже засада вот как выглядит матрица h для случая уит равняется бета-1 плюс бета-2 хит плюс уит дальше все дальше уже только в матрицах можно работать вот как выглядит матрица h для случая даже здесь она, наверное, не очень приятная ну, еще ничего можно какие-то обращения это самая квадрата да ну, во-первых, это вообще говоря матрица размера n9 да я говорю на смысле я прям элемент это ну, это надо просто один раз понять как выглядит эта матрица то есть понять, что на самом деле все формулы для барной регрессии они в этой одной сидят ну давайте вот этот сделаем здесь начнем как выглядит как выглядит матрица y в смысле y это вот такой y1 и так далее yn как в этом случае выглядит матрица иксов да это просто один столбец из единичек ну, попробуйте давайте сейчас посчитаем как выглядит матрица шляпница в этом случае они должны быть в это один из да, 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 да они должны быть в это один из нет в это в это на единичку может в это тут такая простая ситуация в это на единичку а это о, слушай, а вот это тоже бс тоже надо классно, сука да даже вот это даже вот это на самом деле громоздко это не приятно не очень приятно а вот это супер конечно, что-то я не сообразил бт1 на x и t плюс u и t да вот это тоже надо класс, супер вот найти матрицу h для этих трех случаев для этого сейчас найдем когда там единички а для этого одно будет а так ах не единичный будет для этого аш не нет у нас будет можно простики у нас будет неотвратимо это просто будет неотвратимо это же число это же число ага все будет обратимо там будет просто один на n ну не только да ну это честно сделать то есть нет никаких чудес никаких страшных формул надо просто для конкретного случая посчитать как выглядит матрица а как выглядит матрица h для конкретного случая это будет матрица n на n но не изъединиться Везде один найм будет Да, везде один найм будет И давайте посмотрим, как она действует Дайте досчитать, пожалуйста Хочется досчитать, может? Давай, я пока сфотку Ну, это начать с матрицы X шлих X, конечно И еще, слушайте, пока я придумал еще одно упражнение Упражнение такое Чтобы вы понимали смысл матрицы H Что она на самом деле несет очень прикольную информацию в себе Вам дано, что H2,2 это 7 Сейчас, может, аж-да-жда вообще 7? Сейчас я сооражу Там же как-то не куча обречений с той, что она такой структуры Она может, наверное, равна 7 Слушай, слушайте, она в моей семье не может равна Потому что она 0 из 7, это одна Элемент матрицы Вот если про матрицу H Известно, ну, H это вот это самое X' X' И это матрица какого-то размера M на M Вот я вам говорю, чему равно H2,2 H2,2 равно 0,7 Вася при построении При построении Регрессии Регрессии Ошибочно Внес Второе наблюдение Y2 Он внес Y2 равный 3 А на самом деле Y2 равняется 0,3 Там было 0,3 А он, когда Считал коэффициенты Он посчитал А, нет А он внес 0,3 Окей? Так он внес Так он внес 3 Что? Внес 3 Он внес, ну то есть В данных должно было быть 0,3 Второе наблюдение по Y' А он пропустил точку, когда в него в данный Внес тройку И, соответственно, он получил Y2 с крышечкой равной 7 Это ошибочный Y2 с крышечкой Посчитайте правильный Y2 с крышечкой Зайдите Не 0,7 Правильный Y2 с крышечкой Вот это, это ошибочный Это Вот это Вася Нет, не 0,7 Это сейчас ему надо? Это можно надо, можно сейчас, в зависимости от того Понял ты вот, как связаны прогнозы? Слушайте, классно Мне прям самому понравился вопрос Погласил А какая у нас еще раз модель? Может и да, скажем Не важно, это не влияет вообще абсолютно Какое было уравнение, какие были рекрессы, информации в условиях достаточно А справа что-то написано? У вас наверху справа Это матрица Это написано Это мы про Выясняли домашнее задание Марата Пробовали ему подсказать? Ага, хорошо Для ответа на этот вопрос Надо знать только один единственный элемент матрицы-шляпницы А коэффициенты были там, не знаю, бета-4 на WIT плюс бета-5 на RIT плюс UIT Такая страшная модель Угу Вот И надо найти Надо исправить, внести правильный Посмотри А что ищешь? Наушники 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 Нету Нету Ладно, извините Ага, счастливо Ну что получилось? Какая тут матрица H? Получилось 1 делить на M Да, 1 делить на M везде Если честно, подставили Надо решать, нет? Нет Значит, вот в этом случае получается, что H Такая здоровая матрица 1 делить на M 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 Такое упражнение Если вы поняли результат этого пункта Давайте сейчас сделаем такое упражнение Есть у меня вектор Y Вектор Y называется вектор зайчик Это 1, 2, 3, 4, 5 Вот Это вектор зайчик Соответственно, спроецируйте Спроецируйте Y равный 1, 2, 3, 4, 5 На вектор из единичек На 1, 1, 1, 1, 1, 1 Что получится? 2 2 2 2 2 2 3 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 2 3 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 Еще раз, в чем мы задачи решаем? У нас есть вектор зайчик, это вектор Y Есть вектор 1, 1, 1, 1, 1, да? Ну, прямая точнее, порожденная этим вектором Тут уже совершенно нормальная прямая, правильно? Угу Если мы спроецируем, то как выглядит матрица шляпница для данного случая? Надо помножить на такой вектор 1, 1, 1, 5, 1, 5 везде Нормально? Потому что именно эта матрица, на прицелье, на этот вектор Если мы 1, 2, 3, 4, 5 помножим на 1, 5, 1, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, Что мы получим? Эту строчку, нажар на этот столбик, какой? 3 Твери, нефтинически, 3 И это нажар на этот столбик, 3 То есть получается такой вектор 3-3-3-3-3-3-3 Извините, а вот про Васю ответ 5.11 Про Васю? Вот это, да? Да а про Васю ответ значит ой, извините, пожалуйста какой ответ? у меня получилось 5,11 5,11 давай сообразим сейчас значит надо предположить, что при проектировании может не делиться на длинный реактор при проектировании нет, не может потеряем Пифагора а вот у Вас Y2 равно 3, а Y2 с крышкой 7 так длина-то вектора Y же это был длинный вектор смотри, Y это же был вектор Y1 Yn, а Y с крышкой это Y не там пишут, не зону видимости это же еще не длина, Y2 это длинный вектор у него одна компонента увеличится могла а вот все компоненты увеличиться не могли потому что это не более чем вторая компонента может он проиграл по 15-й компоненте 16-й это был длинный вектор нет, при проекции он не может увеличить длина все время Пифагора длина проекции длина перпендикуляров вот, и еще раз сейчас, значит, это упало да, похоже на то правильно рассуждаешь по-моему, 5-1 если я нигде не ошибся вот соответственно, получается, что вот эта матрица H она очень делает прикольные действия она усредняет все элементы вектора Y то есть оценить такую модель прогнозы в такой модели на самом деле ну вы, наверное, знаете, когда делается регрессия на константу мы просто разобрали, что там с матрицами происходит когда вы строите регрессию на константу то ваши прогнозы это средняя арифметическая Y правильно? хорошо ну, я думаю, что вроде как задача у нас, чтобы освоиться с матрицами нормально мы как-нибудь хитрее сделаем чтобы матрица выделась она, допустим, среднегиометрическая ничего что-нибудь по всей видимости нет потому что ну, только перейти в логарифм применить средне арифметическое и обратно вернуться из логарифмов ну, поскольку среднегиометрическое это средне арифметическое в логарифмах поэтому среднегиометрическое само нельзя получить но если взять логарифм Y то нужно применить эту и получить средне арифметическое в логарифмах и потом обратно экспоницировать получится ну, вот так ну, пока не получится Для сравнения моделей в логарифмах и без логарифмах но на самом деле некая такая немножко устаревшая техника там скорее используется там скорее используется когда сравнивают не вложенные модели МакВаден используется тест для сравнения более непроизводивших наблюдений но когда одна является частным случаем Другой! это выложенные а когда одна не является частным случаем то есть нет логарифма а это не вложенные так, на сегодня с этой тепли-энд задачу мы вроде накидали Потому что главная думает в задачах, правильно?